привет ребята стримаши сегодня хочу рассказать про банкноты про бумажные банкноты какие должны принимать к оплате и какие не должны принимать что по закону что не что без закона я посмотрел ролик на ютюбе есть куча всяких людей которые ходят прочитают закон потом как бы образовывают и фирмы куда они ходят там они в пиццерию чехану пошли я считаю не правильно делают могут конечно ошибаться все могут ошибаться но само государство она не может ничего просвещать никого есть законы все корявые они специально коряво пишут и еще они коряво пишут потому что потому что они бездари я как бы сам для себя думал ну почему так вот именно нельзя нормально писать нет нельзя они деграданты и хотят конечно насрать нам жизнь испортить есть какой-то небольшой процент полезности законов я бы оценил это в процентов в 10 остальное все против людей чтобы долги вогнать всякая херня микрофинансовой организации под 750 процентов в общем это не законы это порабощение честных порядочных людей то что подразумевается законы для порядка тут фактически этого нету какие-то ошметки сам я я слышал что 55 процентов должно быть бумажки вот и все сам просто особо часто так не сталкиваюсь во-первых потому что карточкой платил последнее время в какие-то кафе вообще очень редко хожу но знать надо а еще конечно добавлю рубль это как бы считается деньги на самом деле это не деньги потому что эта бумажка плохо защищенная специально сделано для того чтобы она рвалась чтобы все потеряли сделано специально из не ценной вещей бумаги там монетки не ценных металлов специально чтобы ничего не стоило чтоб ты работал за пустоту хотя например бумажки можно нужно даже не то что можно нужно сделать какие-то ценные металлы использовать просто ниточку там золотую запихнуть все тогда она это будет деньги например ну грамм золота сколько там сейчас 200 рублей принимают ломбарде из получается он 200 ну ладно не помню сколько не сдавал из 5 грамм золота от еще и 1000 рублей должно быть 5 грамм золота ну а то что производство там это типа стоит сколько-то это неважно важно чтобы человек заимев бумажку никогда в жизни не смог потерять даже один процент от этой бумажки я так думаю вот специально так делают и объяснил уже почему потому что это все против людей делается все эти законы и еще как бы их законами даже не стоит называть потому что так он это такой договор но у вас же никто не спрашивает просто пихает и типа должен налоги платить а почему ты должен если ты видишь что деньги то все растаскиваются и тратится наоборот чтобы тебя уничтожить конечно тогда ты не должен это не закон да лично надо каждого ходить убеждать он заплатит тот не заплатит начни как значит это просто помой на что сейчас есть так называется на признаках платежеспособности и правилах обмена банк банкнот и монет банка россии указание банка россия 26 декабря 2006 год номер 1778 указание странного банка россия 26 декабря 2006 года да я уже прочитал изменениями от 5 июня 2009 года 22 августа 2014 год оборганизации с сомнительными неплатежеспособными денежными знаками банка россии указание устанавливает признаки платежеспособности банкнот и монеты банка россии с монетами фактически никто не возится никаких проблем я не видел я не буду про них читать и правила обмена поврежденных банкнот первое платежеспособными являются банкноты и монета банка россии имеющую силу законного средства по налогу для личного платежа на территории российской федерации в том числе изымаемые из обращений стражащие признаков подделки беспреждений или имеющих повреждения следующего характера 11 бакноты загрязненные изношены надорванные имеющие потертости большие отверстия проколы посторонние надписи пятна оттиски штампов утратившие угла края углы краях так что это здесь убрали 2014 году монеты не буду читать и я сидел прям целый час голову ломал ну там все люди тоже приводят вот этот первый второй пункт и говорят если обмена подлежит 55 и более сохранившему то она становится она не плате платежи на не платежеспособная автоматически нет это не так четко вот написано подлежит обмену но в момент если она поврежденная она при этом платежеспособная остается и просто здесь не написано кто должен человек либо фирма то есть человек может расплатиться бумажкой 60 процентов который сохранилась и сама фирма должна идти там банк сдавать понятно что там возьмут на экспертизу не потеряют там месяц но подлежащие к обмену это платежеспособные никакого опровержения нигде я не нашел значит это так или было бы здесь и это написано ничего здесь не написано они должны были это прописать я думаю поскольку постоянно это вопрос поднимается почему они за 6 год 12 лет ничего не сделали ну потому что они хер положили на вас государство хер положила или какашку на голову так 2 2 подлежит обмену по номиналу в порядке предусмотренном пунктом 4 не содержащий из признаков подделки но имеющие повреждения утрачу значительные фрагменты сохранившие не менее 55 процентов от первоначальной площади очень обожженные подвергнутые воздействия агрессивных средств обугленные слевшие 22 склеены из фрагментов без учета количество фрагментов из один фрагмент или несколько фрагментным безусловно принадлежащий один фрагмент и занимает не менее 50 процентов от первоначальной площади про фрагменты как-то вообще это пропустил то есть как они пишут из фрагментов можно если один фрагмент а из фрагментов можно составить 55 процентов и более ну вроде так я понял 2 3 составленные из двух фрагментов принадлежащие разным банкнотам одного номинала если каждый фрагмент отличается от соседнего по графическому оформлению и занимает не менее 50 процентов от первоначальной площади банкноты тоже как тяжело понять двух фрагментов разные банкноты одного номинала я понял и меньше 50 процентов взял обрезал а вот это вот если каждый фрагмент отличается от соседнего по графическому оформлению а то есть это две разные половинки если две правые части например нельзя склеить а правую левую можно как-то так что ли но верхнюю и нижнюю как-то так да кстати нужно такой вот тоже было опыт провести хотя вот эти пункты 2 3 до конца и не понял по графическому а ну не одинаковые части вот так 24 изменившую окрашку и свечение отображения имеющий брак изготовителей но это вообще в оборот не должны впадать в опять подлежит обмену обмену имеющие повреждения первоначальные формы а это монета монеты не хочу читать менее 70 процентов вместе пяти для монеты ну да прочитал так чудо стоп нажал хотел заключение сказать в общем то все понятно но так написано что каждый второй человек не поймет да и я нифига не понял пока не посидел приличное время комментарии я почитал к видео действительно очень много людей пишут что обменные вот эти обменные бумажки они становятся обменными и я тоже стал думать ну да обменные где 60 процентов она обменная но нет такого статуса обменного просто она платежеспособная но если сильно повреждена то кто-то либо человек либо магазин но человек может расплатиться никаких препятствий к этому не вижу там понятно в магазинах начнут на кассира вспихивать на официанта но такого быть не должно еще магазины не хотят брать там люди правильно пишут то что они все это мимо кассы мимо банков видать проводят но ты уже их проблемы по идее высшая ценность это просто один человек потому что он самый незащищенный поэтому его и надо защищать еще я думал пока ролик смотрел читал все время что электронные деньги они не могут быть замызданными конечно это лучше не рубли ну что рубль электронные это тоже херня 40 денег но электронные деньги это они же лучше удобней никаких не бумажек не уголков блин то что как бы говорят электричество исчезнет интернет они исчезнут если исчезнет электричество интернет тогда вообще все исчезнет банкоматы и эти кафе хините тоже как они будут работать без электричества подвалах каких-то ну может быть и в подвалах сидеть там просто вот купить как бы не неуместное совсем типа а вот что ты со своими сраными электронными деньгами те выключат электроэнергию и интернет то блин энергия она в природе существует все время до открытия электричества свет электричество опять же тоже природе существовало кто выключить нахер скаты плавали там стоком били миллиард лет там уже плавают миллион лет скатов выключить электричество херня какая это уже прогресс не остановить так что будем пользоваться им отключат подключат чё нам про это думать и там еще в чем люди путались что в первом пункте незначительные повреждения значительные но опять же значительные незначительные все равно это платежное средство и все ну сам я вот вроде образовался хотя это нихера не поможет я чую если будет бумажка к анти разорванную меня будут мозга тражит меня но хотя бы я образовался кто-то еще посмотрит образуется так что дело получше будет но опять же повторю коренное общение рублем лучше не пользоваться сразу его на что-нибудь другое обменивать либо электронным рублем пользоваться если пользоваться то очень осторожно и вообще криптовалютами короче надо пользоваться очень надо пользоваться не знаю почему они сильные не пихают нигде не в кафе ничего удобная же фигня ну наверное это придет когда-нибудь подождем всем спасибо это был ролик что такое платежное средство рубль магазины повторю должны принимать если бумажки более 55 процентов конечно не дотягивайте до 55 там 60 70 чтобы было должны все сена не вас будут издеваться над вами там хер знает что там делать сдавать вас гестапо вот но все равно надо просвещаться не будем же сваливаться ужасное примитивное состояние всем пока ребятам подписывайтесь